всем привет мы начинаем наш какой-то такой небольшой подкаст видео подкаст и сегодня мы поговорим о украинском авторском кино у нас несколько вопросов которые мы хотим обсудить довольно таки четких и конкретных чтобы понять найти на них ответ ну в течение какого-то небольшого времени но пока не знаю сколько тут и у нас сегодня как бы гостях антон редактор условного кино сайта не начал условного нормальный кино сайт в принципе можно что-то посчитать посмотреть ну собственно к теме давайте кто-то вкратце первое давай обозначим что такое авторское кино украинское вот так вот а потом чуть-чуть углубляться украинское авторское кино да ну вот так вот да ну в украине как такового продюсерского кино не существует поэтому любое кино в украине было и будет авторски потому что института продюсирования у нас нет и если те кто более менее становится хорошими продюсерами они уезжают сразу в россию там где можно зарабатывать или становятся продюсерами сериалов поэтому как бы тут ясная проблема в том что про института продюсирования у нас нет возможно он зарождается это последние тенденции последние года три возможно появится все-таки институт продюсирования тогда уже будет появится какой-то скажем такое условно условно-студийное как бы принято не студии на этом коммерческое какое-то кино в основном сейчас кино у нас только авторским может быть не ну это понятно ну принципе продюсер на самом деле он там и может быть и авторском кино в том плане что он как берет на себя часть работы которые это мне делать не должен собственно я имею в том чистом понимании продюсер который вносится в америке когда фраза харви вайнштейн или там вайнштейн продюсирует фирмы значит либо это мега блокбастер либо это кино которое готовят на оскар ну да и они ведут самого начала до конца и следят за как бы режиссер сделал свою версию ну фильм сделал как бы а дальше продюсер уже ведет он ее доводит до того чтобы она в кинотеатрах появилась и где-то на каких-то фестивалях этого это чисто продюсерская работа должна этого у нас нету вот ты думаешь вот хэй харви братья вайнштейн вот это какой-то такой вариант для украины реальный то есть ну если мы берем продюсер допустим ну к примеру там более крупных ну не те которые режиссеры которые не режиссеры чисто продюсеры там как вандал как мы не знаю понял и вайнштейн и которые специализируются вот не на таких фильмах которые украине нереально сделают в украине институт продюсерский он развивается сейчас забыл его фамилию тот который с сестрами это дьяченко работает демьяненко это елена то она они там сняли фильм сейчас будет еще один фильм там по книге не 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 нет нет это не не писатель есть две девочки сестры они сейчас снимают кино и у них дамитро тымчинский или как то так ну как то я забыл фамилию этого продюсера он молодец он пытается именно чтобы кино сделалось и хотя бы какому-то зрителю пришло он есть ну это знаешь единичная потока а так не вообще в украине возможны тот же например батаряшин он как бы не смешно это оказалось всего сериалами ну это фильм ей как бы его кучами сериалов он в общем-то готов даже помочь людям если они действительно он готовы снимать кино за что-то какое-то такое которое вроде бы его зацепит влада ряшина конечно хорошо брать тем что они сделал семьей у них есть наработанная база для съемок кино по второй мировой войне если у тебя есть история вторая мировой войне это влад ряшин тебе даст все я думаю сейчас украине тема второй мировой войны не будет не умерли на праздник но к сожалению не ну влад ряшин но спродюсирует сериалы потому что это выгодно деньги приносят сразу с фильмами их фильмы они какие-то ну в общем как сериалы выглядят и них нет не знаю чего мне хватает но пока что от влада ряшина фильмов не видели разве что мотыльки но который я не видел но я ничего не я не хочу обсуждать я видел но я просто скажу что как бы что-то мне ну как как мыло по многому вот и все вот я могу сказать ну хорошо или неплохо мужика но именно мыло но я понял вопрос тогда получается в чем короче если ну понятно все авторское кино что в принципе вот уберем то есть получается любой этом автор который снимает он должен либо сам становиться вот этим продюсером понятное дело ну или я даю ремарку тогда сделать проблема всего украинского кино заключается в одном это зритель и расскажу тебе в чем это первый подход зрителя то что люди которые снимают кино они не понимают для кого они его снимают это и это большая проблема в том что они в общем-то снимают для себя и это если ты великий художник это круто но великим художником это малость очень редко кто получается а если ты не великий художник ты должен понимать кому-то это кино можешь условно показать даже не продать показать которые его посмотрят в этом случае как бы я говорю что вот есть шапира его можно фильмы ругать но он понимает свою зрителя своего он делает кино для своего зрителя качестве качественного там художественного какого-то высокого высказывания нет но он знает своего зрителя и зритель шапиру идет на его вот кино все это а большинство наших людей делают его кино вот именно для себя и никуда не думает о том что как его показать это одна проблема зрителя с другая проблема еще одна проблема со зрителем том что в общем-то куча снятого есть вещей но его не показывают за исключением каких-то малых местом я познакомился например с наврузом хикметом он закончил киевский карпенко карлоскорее карпенко карл закончил но я не знаю какой-то там нас два их один из них карпенко карл он закончил и он так и говорит что вот он отдал свою свою краткометражку на киевский международный фестиваль краткого метра только потому что это был второй шанс увидеть свою короткометражку на большом экране до этого он его посмотреть он и и показал только на молодость и это два фестиваля с разных ну как бы это с разной историей с разной посещаемостью и все больше у них не может нигде показать при этом как бы человек готов ездить показывать только вот вот проблема в том что зрителя не знает для кого снимают и не знают как показывать и вот это вот это большая проблема именно зритель просто зрителей стоит с другой стороны теперь такому такой теме как показывать допустим ладно для кого это как бы проблема собственно самих людей то делать то есть в случае надо решить это для кого да это но и на самом деле для себя делает тоже либо делает для себя от создают отбить себе отчет либо не делать не можно делать совершенно только для себя когда ты там вот этот вот листочек летящего намекнет не о том что 14 сентября у меня там кто-то на ногу наступил но этот условно такой а можно делать для себя но понимаю что если ты примерно этим интересуешься значит существует группа людей которые этим будут интересоваться поэтому когда даже полет от этого легче счета просто американский полет этого пакетика вспомнил он более художественный чем зачастую многие наши вещи потому что человек снимал у него был такой внутренний мир и он понимал кому это показать тут ну это вот банальная история на уровне там все это зритель зрителя нужно ну не то что искать находить сначала в себе его и понимать кому ты делаешь ну понятно касаемо теперь и интернета насколько насколько вот у нас вообще насколько для нас это выход чтобы люди могли посмотреть знаю что тех допустим кто снимает тоже картинка кара по при поддержке государства им нельзя нигде показывать то есть они не могут они у них нет права государства да они не могут не делал это тоже проблем то что ну ну допустим это только часть но те многие кто-то делает сами короче если они могут показать проблема интернета заключается не в том что ты можешь что-то выложить но чтобы это увидели тебе нужно очень сильно постараться не существует в украине какой-то вот такого места или точки где ты вот положишь я посмотрю тебе нужно реально там брать короче дубинку убежать на какие-то большие ресурсы там условно корреспонденты телекритики какие-нибудь форбса чтобы твою короткометражку как-то показали в украине не существует например мне очень нравится проект снова который называется кино на снобе они реально у них есть своя аудитория частично платная частично бесплатная они просто выкладывают какие-то короткометражные работы берут интервью у ребят и выкладывают короткометраж это больше работает на узнаваемость этих людей чем проблема в том что нету площадки не то что нету площадки площадок полно нету лиц заинтересованных чтобы по кого-то нового искать ну да я тоже несколько ресурсов которые они запускаются примеру это индифильм запускается и потом так вот кидается и все он потом что-то с ним происходит но я за либо останавливаться либо и они могут шеи своей жизнью никто не думает о том что что-то с этим делать нужно узнаваемость это очень важно узнаваемость но например очень хорошо взять как бы что-то сделать какой-то совершенно разные что можно поступить как этот как наш великий журналист сидюк ударить бреда пита а потом сказать а еще у меня есть короткометраж и тебя посмотрят это как бы в такой выход проблема в том что нету нету место и у нас например и до сих пор не понимаю почему ребята на том же базе карпенко карва не организует такого места как ну условно как фьючер шорт вот этот вот который международный там показываешь почему не организовать на базе карпенко карва просто вот уже все там снимать его кучу сделаете и вы точно права выбить и что вы сделаете ресурс который там все не ресурс обязательно делать а именно поддержка от карпенко карва то ресурс не зависит там можно он будет может и на корреспонденте на любом на корреспонденте телекритики на большину на правде могут там выкладывать но главное чтобы именно это было заинтересовано и заинтересованность в первую очередь те кто его создает кино вот если группа людей которые создают кино со организуется и скажет давайте вот но условно сейчас прекрасное место есть громадской ну да да и мустафана ем он вообще на все открыть бежит что-то новое это все ребята если бы собрались и предложили открыть раздел авторского украинского краткометража который можно показывать на громадском слава богу громадского не ему эфир заполнить чем-нибудь новым было бы интересным тем более украинским это как бы вопрос всегда вопрос именно инициатив вот лично такая тема да смотри далее касаемо теперь ну принципе тут мы поняли касаемо непосредственно самих фильмов смотрите как зрители чуть-чуть вернусь как зритель воспринимает украинские украинские фильмы очень предвзято на личном и мнении очень предвзято он воспринимает или вообще не воспринимает тут нет вопрос не в непредвзятости у нас все равно есть какое-то предклонение перед иностранным воспитанная советским союзом и она остается у нас иностранцы это ух ну и в россии старой имперской россии такое было и в советском союзе ты и нас это еще никуда не вошло мы не французы которые французское хорошо все остальное дерьмо мы и это нам и мы хорошо в этом случае мы более свободны чем французы но я тебе скажу воспринимается по-разному зависит от качества честно но при этом извините украинский шовидизм рулит если ты говоришь что это украинские периметражки ты получишь кучу на аудиторию если ты говоришь что мы будем показывать украинские короткометражки ты придут кучу народу они его будут потом ругать возможно это показано но они придут они увидят это в этом вот даже если ты будешь кричать что это датский короткометражки столько народу никогда не соберешь люди готовы смотреть свое но пока что оценивают его ниже чем иностранных ну там да очень много техническом плане конечно нет нет вот я смотрел вот я же говорю украинский блок на в киеве посмотрел украинских короткометражек там разного качества есть но некоторые ребята технически ну очень хороши даже лучше чем какие-то иностранные но технически вот одни ребята ну сверх технически хорошо у них край правильно камера работает правильно цвет выставим короче и и пост-обработка интересная какая все они все это хорошо если бы еще история была хорошая вообще было бы зашибись но история такая либо либо то либо то тоже такое дело далее о чем я хотел сказать я забыл про техническую техническая вот тебе кажется именно что нужно это глупый вопрос что нужно с техникой либо браться в историю это же понятное дело за историю нужно браться понятное дело вот мне кажется что в данный момент чего в принципе вот в историях не хватает именно украинскому 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 которые могли бы ходить то есть ну если вспомнить там про российскую крайне начались там много чернухи пошло может ли будет допустим такая же тема пойти в украинском вот не чернухи немножко ушло сейчас больше истории хотят скажем снимать которые здесь и сейчас происходит и при этом еще и забывают иногда о том что кроме москви что-то другое существует но в россии в этом случае немножко выиграл о том что они начали вспоминать что у них есть пенза у них есть дверь там все последний например фирма того же вот сейчас прокат идет все все и сразу вообще про глубинку российскую в этом есть но и при этом как бы чернуха уходит уже больше сейчас таких внутренних конфликтов это и современный более молодой российский режиссер сейчас он очень идет такому румынскому румынскому пути так называем это румын и румынские киноделы они не пытались там раньше как всегда россия кричит и в общем-то и украинцы такие сейчас мы сделаем лучше чем голливуд мы всех победим порвел румыны снимает о том что их интересует здесь и сейчас возможно это не нравится за пределами там румыния но при этом как бы лучшие работы они просто всем всех просто торпят но они именно делают именно снимает про здесь и сейчас это очень важно не надо уходить в какие-то там исторические истории вот честно говорю есть такая большая проблема украинская которая связана это так называемое наследие чернобыля так называю это все то что вот это вот зонность эту какую-то чернобыльскую историю и очень много снимают очень ну все показывают это какой-то псевдо псевдо фантастику или даже может даже не псевдо фантастику фантастику и и им очень много а ну уже лучше проще простых историях знаешь условно там мальчик девочка влюбились в городе вот этого не хватает не хватает тут именно как говорится не великих историй а простых историй ну я помню ну принципе я на самом деле это и проще делать их ну с точки зрения про очередной фильм про сталкера на самом деле на фантастику но это многие люди вот мне кажется которые берутся делать фильмы они берутся не потому что на самом деле хочется рассказать там мальчик любился девочку они хочет сделать звездные войны вот почему они смотрят кино как на звездные войны они смотрят как вот и посмотрят такое то ну не ну что это за бытовуха то не то что бытовуха рулит том что все-таки телевизионная как используем сразу который я услышал на этих всяких пресс-конференциях кинотавра кинотавра телему вики делаются телему вики они достаточно собирают большую аудиторию на них но не слишком они вот как как женские романы вот эти вот легкие это все хочется какой-то ну на самом деле простой истории даже вот я не очень мне нравится например фильм до 16 и старше этого кого на но при этом это с точки зрения кино это вот такого кино должно быть больше у нас опять же проблема опять же зрительская проблема то что наш зритель смотрит извините самое лучшее то что в кинотеатры приходят и то что зритель как бы качает это только самое лучшее только сливки все это где-то какое-то выстрелившие что-то такое никто не смотрит потому что об этом говорят все о том что европе америке в японии и корее очень много среднего среднего средний средний чков середнячков поэтому там у них все это мы не видим видим только вот все лучшее поэтому у нас всегда ой российское говно посмотрите то уже американского датского японского корейского говна хватает просто к нам она не доходит в этом случае мы типа хороши по отношению к этому то что у нас все так фильтровалось у нас самое красивое пришло когда мы находимся в этой стране мы видим как бы только вот все видишь и ты не можешь все хотят все хотят сразу снять большую историю у нас никто не хочется значит начинать с маленьких историй либо там либо слишком эмоциональные истории снимают какие-то по наш там про мальчика аутиста который не писал весьма там все это такое слишком большую какое такое ты не можешь себе тебе сразу забирает моральное право ругать такое кино и либо как бы сразу так узнаешь это не знаю что нибудь казино рояль снять сразу это такой вот проблема в том что простые банальные истории надо попытаться снимать ну и банально и говорю что возьмите антошу чиханте переложите на современное именно антошу чиханте там все просто но это надо надо сделать снимать особенно одно мастерство в любом случае мастерство приходит с опыта опыт нужно где-то же получать если вспомнить далекие там далекие то есть какие фильмы допустим скорсезе таких фильмов он снимал историй тоже по сути простых начинал да вот тому я к чему клоню короче как можно наработать мастерство в данном случае но в этом я снимать 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 но снимать надо это очень тоже не просто называть снять и многие люди которые делают даже заканчивают теряются сразу после первого второго фильма когда не впал падают только это вот короче там и там никто не смотрит ничего не получается а ты что-то снял это херь короче и он все такое ну как бы ты думаешь можно реально ли это преодолеть то есть реально вот преодолеть вот этот вещь я понимаю как занимается вы сделать большое первое кино инерция вот этого просто его обучения и все не 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 в том не не тоже то есть что как в рубеж что-то ты сделал что-то снял а тебя не смотрит даже не в первого не в первого именно в рубеж в том плане что дал ты делаешь делаешь тебя допустим вообще никак не проталкивать тебя не видят и ты все равно ну и ты теряешься и это опять же эта проблема не только те кто делает снимать потому что кто снимает они как-то не думают о том что как это показывает это действительно такая нашу ты условно снимаешь снимаешь какой-то откровенный трэш ну просто как узнаешь там по пьяни под камеру кто-то снимает ну я уже вот такую вещь снимаю я смотрю вот у меня за есть 40 человек которому я покажу 40 человек еще есть как бы вот но я я не пытаюсь рассказать что это великое и крутое кино я пытаюсь просто показать эти в итоге мы имеем там вот у меня есть там дебильная краткометражка называется смерть на четырех ногах она там сценарий был один монтировалась по-другому вообще как бы то что снялась то что получилось совсем не то чтобы делали думали но в итоге она имеет там как бы пять тысяч ну если все все просмотры сложить там китудные виме овские короче все она где-то 5000 просмотров но это при этом это как бы все круги знакомых все это смеются и улыбаются потому что это такое мы знали для кого делали потом мы сделали такой как наш к такой документальный называется почему мои друзья придурки и опять же мы имеем 600 просмотров на них но это потому что друзья посмотрели и сами скрым дозе это как бы есть вот я не пытаюсь там рассказать что надо большую аудиторию сказать ты должен снимать чтобы ты понимал кто это увидит это вот важно если и этого достаточно оказывается для того чтобы делать дальше в итоге у тебя может получиться такая вещь которую посмотрят но это ну вопрос в том что зуд снимать не снимать он не уйдет если кто-то хочет снимать он будет продолжать снимать преодолеть это то что тебя не смотрят ну это надо вопрос там либо ты что-то делаешь не то что не хотят смотреть либо ты что-то здесь не так здесь либо виноват автор либо он не думает ну и либо как бы зритель тут вопрос такой наш но зритель не может быть виноват виноват всегда автор ну автор может виноват не в том что плохо снял а то что он не пытается это просто как-то пропихнуть но это опять же это нужно нас продюсеров нету вообще вот как ну я то есть получаю понятно все что мы поняли самая главная мысль нужно становиться правильно продюсером первую очередь ну можно как бы продюсер это громкое слово то что на человек со всем вас совсем понимает но давайте будем так лучше говорить в этом случае как бы нужен нужен менеджером проекта именно нот вот есть это их что-то снимаешь что нужен менеджер проект лего су который сразу выясни для кого то это делаешь либо это ты делаешь на круга друзей либо ты пытаешься что-то сделать либо ты это делаешьNob извините уже для какого-то но попытки чтоб тебя увидели это каких-то фестиваля. Соответственно, у тебя совсем разные требования будут, уже с точки зрения менеджера. Это будет зритель, который будет отставить тебя. Это вот этот главный зритель. Это не продюс... В общем, это функция продюсирования, но правильно говорить, что это простой менеджмент. Этого очень не хватает. Ну, продюсирование в том плане, что он не будет заниматься организацией съемок, допустим, да? Ну, как бы он, скажем, если говорить так грубо, используя привычные титры американских фильмов, голливудских. Нельзя говорить американских, потому что они не американские. Голливудских фильмов, но нужен не исполнительный продюсер, а именно продюсер. Потому что исполнительный продюсер, он будет уже заниматься организациями, либо использует его имя для того, чтобы заниматься. Потому что есть так называемая куча сериалов и фильмов, где написано, что исполнительный продюсер Стивен Спилберг, но это его агенты. он разрешает пользоваться для раскрутки этого фильма и работать над этим фильмом своим именем ну вот а нужен тот человек, который займется именно с точки зрения, который скажет вот вы здесь сняли, конечно, у вас все хорошо но тут вот для того, чтобы мы поехали условно там в какой-нибудь там, на фестиваль сейчас назову самый дневильный фестиваль, название самодельного короче, вижу бога вам нужно здесь стоить фразу отца Иоанна и это правильный подход я просто назвал такой фестиваль чтобы я кого-нибудь дал, чтобы это у нас этих людей нет авторы немножко могут они могут уйти куда-то в свои дебри и все это, при этом это позволено если у них хорошие какие-то вещи получаются ну вот менеджеров, менеджеров, именно менеджеров проекта, именно вот как вот любого проекта, любого бизнес-проекта нужен такой менеджер бизнес-проекта теперь касаемо, еще давай там два вопроса первый вопрос, по поводу того, что я хочу по поводу мастерства мастерства разбил, я в первую очередь все ругают режиссера, потому что он, понятное дело, за все отвечает первое дело, режиссерок опять же, то, что, как, то, что он набирает опыт через какое-то время лично мое мнение лично мое мнение те, кто ходит в ТВ у них получается ТВ а как сделать так, чтобы ты стал, как тот же Гай Ричи, тот же Спилберг это, которого ну, в том плане, что именно киношный режиссер, он реальный, но еще в Украине то есть именно киношный, не в том плане, что который будет там делать тоже ну, в России есть такие, которые там определенные узконаправленные, там, знаешь, что-то свое там делать, а именно вот такой киношный режиссер ну, я скажу мейнстримовую мейнстримовую мейнстримовую, да которая может да, реально тут вопрос в том, что, типа у нас проблема в том, что кино не зарабатывает поэтому в ТВ и люди, которые приходят в ТВ, они, в общем-то, снимают как для ТВ и это, да, это существует в этом проблема это, ну, еще плюс это российская повальная практика снимать большое кино сразу для кинотеатра и для телевизора и это меня непонятно ну, Квентин Тарантино этим заразился, значит, уже мировая тенденция ну, надо, да, как-то зарабатывать ну, давай про деньги наконец не, не, не про деньги, а про то, что они снимают кино и оно сразу делится как сериал ну, что есть там, например, 13-ти серийные «Утомленный солнцем дух» ну, это понятно 10-ти серийный «Адмирал» не, ну, понятно, они же делают там для… не, я к тому, что возможные киношные режиссеры и в том, что тут надо понимать, короче, снять, вот, снять проект и понимаешь, что ты видишь, что ты сам увидишь что это, у тебя что-то не выходит ТВ в этом случае, вот, банально, ты должен поприсутствовать на каких-то местах, где, вот, именно, если ты хочешь прям режиссером быть в таких местах, где снимают именно про кино такое кино, которое true-кино слава богу, достаточно много снимают недалеко та же Румыния, та же Чехия там снимают именно голливудские попасть на съемки не проблема, если ты хочешь ну, вот, я говорю, что это, вот, именно, ты, когда снял, и ты видишь, что это ТВ-шная штука и при этом все начнут, там, деньги это не такие деньги больше, это съездить туда за границу и ты просто, даже тебе помогут туда иногда поехать, если ты там будешь кричать, что ты хочешь обучиться, там, вот, условно снимает, например там, Бонд, я забыл его имя там, ну, есть такой режиссер американский, который снимает, он очень много снимает кино, ну, это сейчас такая, в Болгарии ну, вот, в Болгарии, короче, в Румынии в Польше, в Чехии, это недалеко от нас можно учиться этому при этом это снимают именно голливудское кино это тут вопрос не в том, что ну, да, это нужно учиться, посмотреть как это работает все но, еще надо понимать, что некоторые, которые снимают ТВ-материалы, никогда не додумаются что это у них как ТВ выходит они все равно думают, что это кино, да, все касаемо, дальше режиссера выставляю есть в фильме главное что у нас, что главное, актеры что ты можешь сказать про украинских актеров украинских актеров украинские актеры, к сожалению в Украине нужно приходить к тому, что лучше не использовать актеров ну, именно с точки зрения профессиональных актеров все профессиональные наши актеры они как бы телевизионные, реально телевизионные либо это старая школа старой школы совсем мало осталось а новые это телевизионщики и они не работают не на телевидении как бы это отыграл там, знаешь немножко завышенную эмоцию сдал и все достаточно это а вот, чтобы играть, нету, на самом деле при всем выпуске этих всех актеров театральных, куча театров у нас существует у нас нету именно киноактеров как их можно получить, только снимать в кино они должны сниматься в кино, они должны получаться сами хотеть сниматься в кино ну, все они хотят сниматься в кино такой скорсезе, который может сделать его, короче понимаешь, в этом примере, короче, есть я вот скажу, что в театре, вот я пример Сергей Бабкин, прекрасный актер в театре мне нравится его Гамлет я не видел новых постановок на старых постановках, там Гамлет в... как его... чему он вообще, я никогда он такой достаточно, как бы, щуплый чувак но когда он выходит и играет кажется, что он такой мощный дед который морду даст, при этом как бы дедик, который такой покрепче его, менее крутым кажется, когда он дублирует его, ну я просто и то и то о чем я смотрел, но при этом, когда я смотрел его фильм, вот видно, что у него нету, как бы практики работы на камеру, просто, тут смотришь когда Богдан Ступка уже, как бы прекрасно отторжение а Сергей Бабкин, он выглядит каким-то статистом, плохо говорит при этом я уверен, что он переозвучивал этот фильм, потому что все это ну вот такая штука нет у тебя киноактеров не существует в Украине то есть, получается, они должны тупо создаваться то есть, они должны нет, в этом случае в этом случае есть такое, как бы есть, конечно, брать харизматичную ты возьмешь Сергея Бабкина он будет нормально, харизматично смотреться но его не надо окружать какими-то еще нужно окружать обычными ты шел по улице, то тебе нужна там, условно странная девочка в красных кедах с порванными колготками идешь на улицу, увидел такую к ней подходи сниматься в кино все готовы честно скажу, все готовы, лишь бы ну это такое, не было что это 150 тысяч дней два-три дня, как бы все могут пожертвовать ради кино нужно больше не бояться использовать этих вот непонятных как бы непрофессиональных актеров вот это важно, то что у нас все кричат надо профессионалов брать профессионалов нужно брать какие-то центральные роли и при этом достаточно харизматичных надо людей, которые ну вот если ты хочешь, чтобы твое кино увидели надо взять какого-то человека, которого знает, чтобы он был все-таки это работает, это реклама ну да ну крайне как бы таких и звезд-то ну у нас селибрити не существует каких-то таких суперзвезд там всего тут у нас нету актерская актерская школа может и есть, но они вот стали, честно говоря, какими-то все сериальщиками или бы театральные актеры а это немножко другое то, чтобы сделать их возможно это возможно, но опять же тут как бы нужно делать кино чтобы появился киноактер нужно, чтобы было много украинского кино, ну хотя бы хотя бы 12 фильмов, чтобы раз в месяц выходило украинское кино вот 12 фильмов в прокате большом, именно в широком прокате чтобы было 12 тогда уже появятся актеры ну а сейчас не стесняться брать именно вот людей, которые хотят ну при этом надо как бы даже придумать там специальные роли для каких-то можно даже известных личностей ну как бы в определенном месте ну например такой вот в Одессе фильм был, который мне не понравился ну кучу звалово собрал потому что там это было про их фрик ну я понял ну да я понял при этом он там не главный где-то сбоку стоит ну он кусочком фрик этот был у них и все как бы собирает ну опять же те, кто делал этот фильм они понимали кто на него придет ну я думаю в рамках как бы данного случая для Украины можно основываться именно на Украине можно вот ну реально очень много тем особенно сейчас там про Дон это просто бездонная при всех вот этих персонажей это все можно подать в любом случае брать это просто ну конечно такие события но неважно ну можно ну правильно да основываться там именно на то что не бояться использовать национальную все что есть украинское знаешь есть такой режиссер Парфенов я знаю конечно видишь при всем можно его там ругать за качество материала за его истории за его любовь к жестокости несмотря на то что у него правозащитность жестокости как на женской натуре все это можно его ругать это потому что он не очень красиво ее показывает если бы он красиво показывал я бы его не ругал не очень красиво показывает но он молодец он пользуется конъюнктурой он снимает то что и в этом случае он молодец как бы берет есть ну как вот говорит мой знакомый дизайнер говорит знаете такой такая прекрасная у нас революция короче ни один американский блокбастер таких спецэффектов не сделает и как бы использовать это уже вон готовы там все это ну это нужно делать снимать при этом это не пытаться снять как бы как Парфенов историю там борьбы там все это а надо снять говорю простую историю банальная как бы вот эта история которую сделал один плюс один про то как там люди нашли и полюбили друг друга это телевизионный репортаж ну действительно смотрится как маленькая короткометражка они ее сделали он там пришел оттуда она оттуда это прекрасно это вот при этом ну это я понимаю что это как бы не имела как бы это не сдержанность этих работников один плюс один то что они хотели кино сделать и в итоге они репортаж превратили ну сделали кино в виде репортажа вот сделать но я сейчас не вижу как бы документальное это одно ну нужны и художественные это поэтому как бы я вот Вавилон знаешь тихий и Вавилон молодцы ну Вавилон этот тринадцать да они молодцы они снимают документальное кино но опять же это на мой взгляд все от Костомарова пошло они копируют ленту док ну или там срок как там с чего там ну это в общем то же самое как бы просто у срока и ленты док у них менее интересная история была поэтому Вавилон выстрелил ну я не видел еще как бы честно говорю вот я сейчас не слышал и не видел чтобы кто-то снял короткометражку вот какую-то такую знаешь ну не с УВП сняли там верните мой трон про Инукова а не вообще это клип все не не нет именно криткометражку знаешь вот как чувак именно вот снять такую историю как чувак именно работает недалеко например там возле Бессарабского рынка ну да а вечером ходит туда просто ну ходил туда там типа шины подержать там огонек короче все потом это все это история ну или вот история как люди из Харькова приехали вот идут по смотрят ой это майдан такое все вот заходят покушать выходят а уже Ленина снесли ну это это реальная история вот у меня знакомые так вот съездили в Киев про это можно снимать историю как бы но где где вот именно простые вот все это просто при этом и актуально нам короче в Украине нужно много Кевином Смитом которые ну Кевин Смитом такой избирательный образ я понял все идет снизу давай в заключение поговорим про банки немножко касаемо денег первое мы говорим в кино они в принципе не зарабатывают телевизионные относительно которые вот такое вообще не зарабатывают каким образом в принципе можно хоть что-то заработать что-то заработать как бы ну банальный самый простой способ снять крутой кариметражку и выиграть несколько фестивалей это это как бы это просто прямой способ заработать еще прямой к примеру по поводу показаний допустим съездить по городам да и при том что это украинское кино на котором будет автор оно достаточно может собрать денег но это опять же тут вопрос о том как показать съездить куда-то это нужно время ну либо ты сам этим время будешь либо человек либо человек который будет заметно опять возвращаемся к тому что нужен менеджер в этом можно заработать реально ты можешь заработать как бы ну если недорого потратиться да да ну там не 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 ну как бы ты съездишь во-первых ты не потратишь деньги на поездку потому что ты сразу будешь уговаривать и как бы и там тебя примут им возможно что-то будет там соберется если все это это возможно и в общем-то на ура примется я просто проверял так людей спрашивал как бы люди готовы идти на украинское тем более сейчас вообще если украинское подчеркиваешь как бы я всегда говорил что украинский шовинизм рулит а сейчас украинский шовинизм вообще зашкаливает теперь насчет интернета в америке зарабатывают кое-как ну там там и на дивиде зарабатывали реально вообще у нас зарабатывают наши ну как бы не сильно хотят вообще платить даже там ну у нас по крайней мере нет такого чтобы платить за просмотр но я так понимаю и платить я сильно не хочу нет смотри я тебе как человек который занимается в общем видеохостингом я тебе скажу ресурсы готовы платить ну они не хотят платить как знаешь это ты называешь цену я хочу чтобы вот я дам вам кратерметражку ты заплати там 100 гривен а они говорят нет в этом случае нет они говорят мы можем вот на тебе вот выкладывай на наш ресурс вот тебе аккаунт управляемый как бы мы можем даже хоть то вот знаешь как ресурсы делать как youtube там 50 процентов отдавать может даже больше ну зависит от того как это от сумм если маленькие суммы понятно 50 на 50 будет если суммы такие растут будут готовы готовы но в этом случае опять же я же говорил что готов ли ты пойти выложить краткометражку которую нашли или какой-то свой проект сделанный и считать что он заработает не знаю заработает он или нет через год может да нет ты не знаешь не можешь знаешь все равно риск да как бы ресурсы готовы в принципе даже некоторые уже законодательно технически готовы банальный пример где вот назовут ребята на мегого они делают небольшие скетчи ну просто таки читают на кипедии 100 секунд а то 100 секунд а то и на мегого у них платный канал ну платят немного но говорят как бы скажем производство этих роликов у них окупилось при этом они продолжают их делать не в таком рамках раньше темпе но делают и у них эти ролики крутят и как бы отдают часть денег по контракту все как бы вопрос всегда опять тут вопрос спрос потому что когда например говоришь в америке зарабатывают вот например возьмем короче Vimeo как сам типа как бы ресурс для профессиональных как бы фильммейкеров да во первых Vimeo заинтересован чтобы люди смотрели за деньги поэтому они реальность очень хорошо раскручивают ну достаточная масса чтобы кого-то поднимать и раскручивать плюс Vimeo проводят свой внутренний ну конкурс и они типа вот чувак типа у них победил в их жюри вот именно Vimeo ну работников Vimeo и они его будут пихать вверх везде как бы и просто очень мало людей которые не увидят а кто видит соответственно это уже а там платят за просмотры и как бы все можно зарабатывать но это Vimeo ресурс который вот заинтересован в Украине проблема в том что мы скажем двуязычные и не обязательно там русский украинский у некоторых венгерский украинский у некоторых там словаский украинский ну мы двуязычные поэтому зачастую очень сложно создать какой-то ресурс который интересовал ну все украинцы есть ну я же говорю что есть примеры там тоже громадская готова я думаю что если описать полностью презентацию для громадского интересные идеи надо задуматься спасибо я возьму за себе да это хорошо как бы реализовать проект такой я думаю все согласятся и Кепов и Мустафана Яна ну зарабатывать в интернете проблема в том что на самом деле аудитории украинской не хватает для того чтобы зарабатывать ну я скажу у меня есть аккаунт мы сделали партнерский ну Dailymotion французская ну она пытается конкурировать с ютубом и они очень идут на уступки делают там ты можешь им написать скажешь я буду там раскручивать там очень то есть проблема еще раскрутки то есть там ну реально идет программа ну надо чтобы смотреть надо что ты ну я же говорю что смотрели потому что я хотел рассказать что Vimeo раскручивает и все и плюс еще Vimeo да сами по себе раскручивают все это плюс еще Vimeo иногда так как оно дало путь нескольким людям периодически и просит этих людей которым они как то помогли стать в общем то киношниками или как то их просунули там и все это они просят короче пожалуйста идите там в своем аккаунте в фейсбуке короче разместите вот этот вот этот ролик это тоже раскрутка Vimeo но это уже именно непосредственно с личностями работает ну я так помню что они когда то попросили чувака который снял предел предел риска чувак короче ну у него два фильма всего но у него сразу супер актерский состав а во втором фильме у него Роберт Рэдфорд молчит и у него а когда то он короткометражки делал там Vimeo и Vimeo попросила там какую то короткометражку разместить она за год короче там по моему там около десяти тысяч просмотров он разместил короче она почти миллион получила соответственно как бы чья это была короткометражка был доволен потому что он все таки такая вот ну опять же это система когда вот у нас даже грубо тусовки киношников не существует вот мы вместо кинотусовки делаем собственно вот эту да условно ты вот сделал короткометражку кому ты попросил у тебя есть знакомых которые там тоже занимаются чтобы он поделился киношной есть у тебя такой большой знакомых то я понимаю что есть а есть ли реакция который на которой будет поэтому знаешь именно даже даже имея такие реакции как говорят у леди гаги пятимиллионный твиттер но все равно пока 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 нет 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 Продолжение следует...